всем привет с вами агния петрова и мы начинаем программу теле знайки и в этом выпуске побываем на выставке картин бориса гребенчакова выясним что такое хохлома бренд или высокое искусство расскажем как подросткам научиться контролировать эмоции увидим песочное шоу по мотивам сказки пушкина руслан и людмила приятного просмотра гуляя по центру петербурга мы можем заметить что с фасадов на нас смотрят необычные лица эти скульптурные изображения называются маскароны сегодня мы пришли в мастерской они кушаны чтобы сделать их своими руками маскароны это украшение на зданиях форме головы человека или животного анфас они могут быть смешными устрашающими и романтическими а также могут не выражать никаких эмоций обычно маскароны располагают на самом видном месте для чего нужно маскароны на зданиях кроме того что это декоративный элемент а декоративный элемент это украшение маскароны несут некий смысл защитников поэтому маскароны помещают над входом или над окном они наблюдают за тем что происходит вокруг вот мы уже сделали блинчик из глины толщиной 1 сантиметр и сейчас мы намечаем контуры будущего маскарона в соответствии со всеми законами пропорции лица маскароны как элемент декоративного убранства самое популярное время это эпоха модерна но как оберег существует уже очень очень давно испокон веков люди пытались свой дом охранять мой маскарон будет грустным поэтому у него опущены внешние уголки бровей и у рта я проложил такие трагические складки а мой будет веселый поэтому я подняла ему брови и под глазами слепила щечки движение бровей губы щеки это все действует по определенному алгоритму и таким образом мы можем показать эмоцию есть разные способы как мы можем передать ту или иную эмоцию мы делаем маскарон который похож на тот что висит на здании по адресу конверский проспект 23 когда ты там жил писатель максим горький мы решили делать его потому что он больше всего похож на театральную маску можно посмотреть маскарон льва на лиговском проспекте он не совсем похож на льва он очень декоративный у него какая-то треугольная грива интересное решение глаз тут уже происходит такой процесс который называется стилизация мы видим льва не таким каким мы его знаем в животном мире а видим некое представление художника о том как еще можно изобразить льва теперь это веселое лицо будет украшать мою комнату и охранять меня сделали маскароны лёва альбрехт и лиза буркова многим известным музыкальным исполнителям уже недостаточно выражать свои эмоции через песни и они переходят в другие виды творчества так например борис гребенщиков пишет картины и проводит выставки сегодня мы побываем на одной из них под названием азбука лунного света а чем вы занимались детстве если я занимался массой интереснейших вещей я играл в прятки лазал по деревьям устраивал домики я очень любил еще разбирать будильники собирать к сожалению уже было невозможно вот разбирать я их очень люблю борьба со временем борис гребенщиков рисует давно впервые он показал свои работы на выставке которые проводили медьки в 1985 году впрочем сам автор не считает себя художником проявлялись ли у вас какие-нибудь способности к рисованию в детстве у меня до сих пор и способностей нет к сожалению рисовать я вообще не умею я мечтал бы уметь рисовать но у меня этого нет но нет таланта но нет не дал бог вот что вы видите в концепции не то что нет никакой она даже не проходила мимо она ее не было в 10 километров это же не работа это удовольствие удовольствие я 17 удовольствия специалисты видят в его картинах элементы сериализма примитивизма и экспрессионизма а поклонники просто любят бэгэ побывали на выставке солисты группа аквариум арина жукова и саша игорова еще в древние времена люди умели рисовать на песке а вот современная песочная анимация появилась совсем недавно я придумала каролин лиф которая в 1969 году создала первый фильм на песке наши дни этот жанр очень популярен и сегодня в планетарии мы увидим сказку александра сергеевича пушкина русона людмила нарисованную на песке когда я залезла в интернет я увидела что оказывается у нас нету театральных постановок руслана людмила я поняла что это огромное упущение потому что именно в этой сказке рассказывается о силе русского духа настоящей любви поэму руслана людмила пушкин писал с 1818 по 1820 год а идея родилась еще когда поэт учился в лице на создание этой сказки его вдохновили древнерусские картины из песка художник создает в полумраке на специальном столе с подсветкой на одно представление уходит около двух килограммов песка а какой песок из вы используете использую самые мелкие фракции кварцевый песок бывает смешиваю бывает использую цветной песок потому что это очень красиво выглядит на экране как вы придумаете раскадровку для своего спектакля прежде всего я сначала читаю произведение составляем музыку составляем текст мне записан закадровый текст рассказанный голосами советских актеров и после этого я начинаю представлять как лучше можно было выразить какую-либо ситуацию и картинки они рождаются сами собой на основе произведения у меня бывает что со временем я начинаю видеть где-то можно что-то изменить где-то можно дополнить песочная анимация она чем интересна тем что из одной картинки появляется другая картинка я в процессе я начинаю все это вытаскивать можно бесконечно смотреть как одно изображение плавно превращается в другое сказку руслана людмила на песке увидели елизавета чижова и лесок врач хелия что такое хохлома известный бренд который привлекает иностранцев или высокое искусство чтобы ответить на этот вопрос мы пришли в русский музей лошкари токарик красильщики жили вокруг села хохлома ниже коровской губернии они занимались художественной росписью белья так называлась белая неокрашенная посуда отсюда пришло название хохломская роспись когда появилась первая хохломская роспись с конца семнадцатого века мы можем уже говорить о зарождении этого именно промысла до этих местах холома это раскрученный бренд который привлекает иностранцев или это высокое искусство это высокое искусство крестьянской художественной росписи в основе его лежит травное письмо потому что это изумительная природа это края в которых родилась знаменитая легенда о невиданном граде китеже и вот эта травная роспись ее надо видеть как она выполняется мастерами ведь она абсолютно импровизационная и это волшебство происходит на ваших глазах когда вот этой кисточкой вот эту очень гармоничную схему росписи наносит на предмет и вот это такое слово есть лирика да вот это и лирика в этой росписи лирика русской души русской песни на выставке не только холома здесь работы мастеров всего нижегородского края семнадцатого века по сей день фигурные замочки женские костюмы деревянные игрушки керамические изделия резные фасады домов все это создает ощущение путешествий по времени в русском музее побывали саша дыдалева и софья даль как попасть в безопасную атмосферу где каждый сможет высказать свое мнение и будет выслушан и принят как справиться с эмоциями или найти выход из ситуации которые кажется неразрешимыми на эти вопросы нам ответят в малой психологической академии почему ученики ваших программа именно старшеклассники потому что как раз таки именно в старших классах это подростковый возраст и возникают такие вопросы как справиться с проблемой как может быть регулировать свое эмоциональное состояние как найти взаимопонимание с другими ребятами с родителями с учителями именно в этом возрасте в подростковом эти проблемы все и появляются как вам попасть к нам очень легко попасть мы ходим в школы рассказываем о нашей программе девятые в десятые классы рассказываем о том что это за программа какие занятия проводятся что она в себя включает оставляем свои контакты и учащиеся могут нам позвонить или написать смс как контролировать свои эмоции очень важно понять что происходит и назвать эмоции таким образом ваши эмоции уже немножко от вас отделяются и вы уже можете начать процесс контроля своих эмоций это кресло для релаксации в малой психологической академии можно спокойно полежать и отдохнуть свободная обстановка куклы песочница прозрачные мольберты это кабинет арт психологии здесь ребята могут выразить себя перед вами песок и ваше творчество выбираете фигурку которая на ваш взгляд может быть наполнена каким-то ресурсом очень важным очень необходимым вам для решения ну вот той самой проблемы с которой хочется справиться перед вами есть фигурки подходите к полкам рассматривайте выбирайте понятно задание в малую психологическую академию может прийти любой вход свободен здесь можно осознать свою неповторимость или схожесть с другими людьми найти друзей а также выбрать профессию занимались самопознанием лёва альбрехт и анисия гусева на этом у меня все увидимся через неделю пока а